Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. Почувствую себя снова хорошо. И сегодня мы говорим на такую тему, неприятную тему, но достаточно важную. Итак, наша тема сегодня это работа со стрессом, работа с надпочечниками. Чем можно себе помочь, ну вот когда уже слишком много этого стресса и как самое главное с точки зрения нутрицептиков и с точки зрения диеты, сна, образа жизни нормализовать гормоны надпочечников. Когда много стресса. Что это такое? Это очень много работы, это нехватка антиоксидантов, это недостроенный организм, это бессонные ночи, это хронически запущенные заболевания ЖКТ. И это очень-очень тяжело, друзья. Я сама имела такую историю когда-то, я вам с вами поделюсь, только никому не говорите. Вот. Пошутила. В общем, как себе помогать, когда совершенно плохо и вот это все запущено и очень тяжело становится. Во-первых, гормоны стресса выделяются на перепады инсулина, на ненормальную работу с ЖКТ. О чем я говорю? У вас нет, ну как бы, построенного питания, да? У вас нет закрытых дефицитов, у вас нет нормальной кислотности, да? И из-за этого вы можете действительно получать невкусную для себя информацию в клетку. О чем я говорю? Что нужно делать и как себе точно-точно помогать, друзья? Я об этом, кстати, говорю в инстаграм. Заходите, подписывайтесь, читайте посты внимательно. И там куча бесплатной, полезной информации, которую я даю. Так вот, хронический стресс. Убедитесь, друзья, убедитесь, пожалуйста, я вас умоляю, что у вас нет дефицита витамина D. Что у вас нет точного дефицита белка. Что у вас нет, друзья, что вы получаете антиоксиданты, о которых я говорю, которые ежедневно нужны для работы вашей печени. Витамин Е, витамин К для кишечника, для работы надпочечников важны натрий калий. Запоминайте это, всегда нужны эти истории. Потихонечку можете пробовать из еды, либо дополнительно смотреть по цинку, по селену. Можете, ну, это не обязательно, включать адаптогены, радиолу розовую. Можете включать восьмерку из НСП. Можете включать в свои комплексы расслабляющие упражнения. И также, конечно, вы можете в свои комплексы включать очень-очень многие моменты, связанные с, как я сказала, электролитами, которые тоже должны наполнять ваш организм, должны помогать вам. Плюс здесь важна работа с Б-комплексом, плюс здесь важна работа с закрытием базовых дефицитов, да. И здесь я тоже говорю об этом в инстаграм-канале. Переходите, читайте, будьте внимательны. Плюс, если идет какое-то непонятное отравление, какая-то непонятная штука, да, к врачу вам нужно, но что вы можете сделать? Вы можете принять какие-то сорбенты, вы можете уже загрузить, загрузить свой иммунитет дополнительно, дополнительно витаминно-минеральными комплексами. Не перегрузить, а загрузить, друзья. Поехали дальше, отвечаю на ваши вопросы. И, кстати, напоминаю, что скоро мы с вами проводим новый, совершенно новый, я считаю, просто гениальный, который я составляла достаточно давно, проект по здоровью ЖКТ, где на самом деле совмещено очень глубокое понимание разной информации. И просто под словами здоровья ЖКТ я раскрываю и усталость надпочечников, и аллергию, и кишечник, и там анализы есть некоторые. И, в общем, это полезнейшая информация для тех, кто хочет действительно оздоровиться и понять, самое главное, понять, как же это все работает.